Сотрудники дорожной полиции переходят от слов к делу. Во время ремонта по площади Победы может двигаться исключительно общественный транспорт. Рядовых автомобилистов это не смущает. В итоге штраф. За выезд на выделенную линию полторы тысячи рублей. Время от времени сотрудники ГИБДД регулируют движение на проблемном перекрестке, направляют легковушки в сторону Палехской. Особенно упертые автомобилисты игнорируют сигналы инспектора, следуют за автобусами и троллейбусами. Вы у нас нарушаете пункт правила 18.2. Движение по полосе предназначено для маршрута транспортных средств. Я не видал, серьезно. За это, я понимаю вас, за это предусмотрено административное наказание у нас. Вы у меня хотите отшиповать? Да, полторы тысячи рублей будет штраф. Объявление-то подали, туда-сюда. На этом участке дороги уже неоднократно у нас проводились такие мероприятия профилактические, где водителям указывали мы на эти знаки. Ремонт теплотрассы на Победе идет уже не первую неделю. Крупным транспортным узлом ежедневно пользуются тысячи людей. По привычке на запрещающие знаки внимания не обращают, а зря. За поворотом нерадивых водителей ждет суровое наказание. То есть вы здесь ездите регулярно и знак не замечаете, что он висит? Ну не видел, в такой толпе боишься, как бы кто тебя не шаркнул или ты не шаркнул бы. Ясно. Извините уж. То есть за данное нарушение вам предусмотрено административное наказание. Штраф будет вам в размере полторы тысячи рублей. Перед тем, как начать ремонтные работы, здесь организовали временную схему движения. Изменили направление транспортных потоков, нанесли разметку. Сверх этого профилактические мероприятия, во время которых водителям объясняли, что с временными трудностями нужно смириться. Вы повернули налево, на полосу предназначенную, видите, для маршрутного транспорта. Тем самым нарушили у нас пункт правил. 18.2. А штрафовать всех нарушителей физически невозможно, если останавливать каждого и без того затрудненное движение на победе вовсе остановится. Сотрудники госавтоинспекции не хотят наказать автомобилистов рублем, а лишь стремятся обеспечить нормальное движение транспортных потоков. Водители относятся с пониманием, большинство из них, кто был оштрафован, просто ссылается на то, что были невнимательны, либо жители других городов. И, как правило, все ДТП происходят именно из-за того, что водители едут за маршрутными транспортными средствами. То есть они думают, если разрешено движение маршруток, троллейбусов, то им разрешено, но забывают посмотреть на знаки. Дорожные инспекторы не устают напоминать, что за рулем нужно быть внимательнее, следить за всеми знаками, в том числе временными. Движение по улице Варенцовой планируют восстановить к 18 августа. К этому моменту ремонтные работы должны завершить. А пока за выезд на выделенную полосу штраф 1500 рублей. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.